7 признаков эмоциональной измены. Сегодня будем говорить на такую очень важную, интересную тему. Дело в том, что с каждым годом статистика разводов растет, и если посмотреть на причины, по которым расстаются люди, это в том числе и измена, которая входит, как правило, в первую тройку. И что принято считать изменой? Изменой, как правило, принято считать уже сам факт соития мужчины и женщины, когда они оказались в одной постели, и это мы считаем изменой. Но, по сути, это завершающий этап измены, некий итог, такая вишенка на красивом тортике. Но существуют и совершенно другие критерии, по которым можно определить супружескую неверность. И к ним, конечно же, относится эмоционально-психологическая измена. И сегодня я выписал специально 7 признаков того, что вы, например, находитесь в состоянии, в стадии психологической измены эмоциональной. Возможно, ваш партнер. И если вы здесь себя узнаете, есть повод задуматься. Задуматься, потому что рано или поздно подобный формат взаимодействия с вашим тайным воздыхателем, либо тайной воздыхательницей приведет к разрушению ваших отношений. Отношения можно разрушить всегда, но очень сложно их восстанавливать, но при желании это всегда получится. Обязательно досмотрите это видео до конца, пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и обязательно нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить интересные и важные темы. Итак, первое, что мы можем отнести к эмоционально-психологической измене, вы получаете самое настоящее удовольствие от тайной переписки, от тайного общения. Что значит удовольствие? Вы чувствуете приподнятость настроения, вдохновение, у вас улучшается настроение, вы чувствуете себя таким порхающим человеком, который проживает состояние обнаружения клада некого, знаете, такая некая эйфория, как будто бы вы что-то нашли. И вот эта внутренняя радость, она может настолько накрывать человека от того, что вы состоите в этой переписке, что все другие радости в жизни кажутся вам абсолютно неинтересными. То есть у вас пропадает интерес и к тем делам, которыми вы привыкли заниматься, возможно, даже к хобби, к кругу общения, с которым вы взаимодействуете, потому что появился вот такой вдохновитель. И вот эта тяга непреодолимая, идти с ним на контакт, она с каждым днем все набирает, набирает, набирает обороты. Второй очень интересный пункт, который говорит о том, что вы находитесь в стадии эмоциональной измены, вам, то есть ваше тайное общение более интересно, чем общение с вашим партнером. То есть у вас пропадает желание контактировать с партнером, с мужчиной, с женщиной, и все больше и больше интереса вы обнаруживаете в тайном общении со своим поклонником. Есть общие темы, есть поддерживающий разговор, есть обмен какими-то эмоциональными сообщениями, есть какие-то общие, как вам кажется, ценности, интересы. То есть всегда находится повод и основание о чем-то поговорить. Иногда этот разговор может быть даже совершенно ни о чем впустую, но вы в любом случае переписываетесь. Вы можете интересоваться, как он себя чувствует, либо как она себя чувствует, как прошел день, как настроение и многое-многое другое. То есть здесь очень важно себя не обмануть и дать абсолютно честный ответ, что да, действительно присутствует некое влечение и интерес, который я для себя обнаруживаю в тайном общении, он превосходит и перебивает интерес, который я обнаруживаю в общении со своим партнером. Третий очень важный пункт, который тоже подчеркивает, что вы проживаете стадию эмоционально-психологической измены, вы боитесь, что ваша тайная связь станет известна вашему партнеру. То есть вы скрываете ее, вы делаете все возможное, чтобы ваш партнер этого не узнал. Прячете телефон, может быть устанавливаете пароль, переворачиваете его экраном вниз, а может быть у вас есть договоренность с вашим поклонником, либо если вы мужчина с вашей поклонницей, не писать в какое-то определенное время, в вечернее время, ранним утром. То есть есть договоренность о том, кто выходит первым на связь, какие-то кодовые слова, пароли и многое-многое другое. Вот когда ваше тайное общение обрастает такими, знаете, многочисленными формами алиби, это безусловно говорит о том, что вы проживаете стадию эмоционально-психологической измены. И здесь безусловно возникает вопрос, а почему, если вы для себя обнаружили нечто более прекрасное за рамками ваших отношений, вы до сих пор остаетесь в нынешних отношениях. По какой причине вы не поставите точку и не пойдете к человеку, которого вы считаете более интересным для себя, к общению с которым вы тянетесь. И безусловно в этот самый момент у людей может возникать масса страхов, неуверенности, сомнений. Кто-то боится признаться в этом, кто-то боится последствий, кто-то не уверен в том, что взаимодействие с тайным воздыхателем приведут к какому-то гармоничному результату и продолжают вот такую тайную скрытую игру, получая определенное невротическое удовольствие. Здесь безусловно нужно обратить внимание на мышление, на то, как устроена моя психологическая зрелость, каким образом я вообще планирую проживать дальнейшую свою жизнь, чего я хочу от этой жизни, воссоединен ли я со своим истинным «я» и вообще что со мной происходит, способен ли я быть в настоящих гармоничных, чистых отношениях, либо все-таки присутствует предрасположенность к более невротической связи. Я об этом очень подробно говорю на своих программах о мышлении, поэтому если вы хотите разобраться с отношениями, с тем, что происходит, как выбрать партнера, как в отношениях с партнером реанимировать отношения, которые, как вам кажется, могут уже затухать, как вообще встретить своего человека для того, чтобы не ошибиться и быть счастливым, либо счастливой. Вот об этом на моих программах абсолютно бесплатно, из любой точки мира вы можете принимать участие. Ссылка находится в описании под этим видео, переходите по ней и присоединяйтесь. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Barton Life, где мы обсуждаем разные темы, и я думаю, это будет очень полезно и интересно для вас. Четвертый пункт, который говорит о том, что вы состоите в эмоционально-психологической связи с другим человеком, то есть есть некая измена, так называемая, говорит следующее. Вы чувствуете ломку, то есть вы ловите себя на мысли и ощущениях, что ваша рука постоянно тянется к телефону, ваши мысли постоянно об этом человеке. Вам хочется присутствовать в его поле, и чтобы этот человек присутствовал в вашем поле. То есть вы ищете какой-то повод для того, чтобы написать, если вдруг сталкиваетесь с каким-то затишьем в переписке, либо в совместных созвонах. То есть появляется ломка, которая где-то напоминает обстинентную ломку алкоголика, наркомана, у которого отобрали дозу, и он постоянно тянется выпить либо употребить запрещенные вещества. Это тоже говорит о том, что вы проживаете стадию измены, и отрицать данный факт не стоит, если вы действительно узнаете здесь себя. Пятый пункт, очень интересный, который говорит о том, что вы проживаете эмоционально-психологическую измену, в вас начинают просыпаться романтические чувства по отношению к человеку, с которым вы состоите в тайной переписке. Романтические чувства, которые вы, возможно, визуализируете, представляете, фантазируете, мечтаете, у вас появляется желание выйти на контакт через какие-то очень нежные конструкции, предложений, использовать уменьшительно-ласкательные формы речевые и многое-многое другое. Это тоже говорит о том, что вы проживаете эмоциональную измену. У этого есть, безусловно, объяснение биохимическое, такое даже психоэмоциональное. Когда мы находимся в паре, мы не можем постоянно проживать вот это ощущение восторга и эйфории. Мы рано или поздно адаптируемся друг к другу. Эта адаптация говорит о чем? О том, что уже нет такого явно выраженного раздражителя в виде мужа, либо в виде жены. И отношения в какой-то степени притупляются и могут показаться скучными, приевшимися. А здесь совершенно новый персонаж, который запускает процессы биохимические, психоэмоциональные, которые доставляют действительно радость и удовольствие, но которых уже давно нет в отношениях. И здесь редко кто задумывается о том, что человек, с которым вы находитесь в переписке, даже если представить себе ситуацию, что вы будете вместе, обязательно пройдет этап адаптации. Вы адаптируетесь друг к другу, уйдет эта эйфория, уйдет всплеск эмоций, и вы также столкнетесь с абсолютно уравновешенным состоянием в паре. Это говорит о том, что очень многие мужчины и женщины не умеют строить осознанные, зрелые отношения. Им обязательно необходим всплеск эмоций и какие-то сверхощущения. И безусловно, в поиске вот этих сверхощущений мы очень часто меняем партнеров. Сегодня мужчина с одной женщиной, завтра с другой. Либо женщина находится с одним мужчиной, потом они быстро расстаются, идут в другие отношения. И все это превращается в такую, знаете, форму временной наркомании, когда мы постепенно-постепенно-постепенно подсаживаемся на подобный вид коммуникации и утрачиваем нечто, связанное с рациональностью, логикой, осознанностью, зрелостью. Безусловно, это очень небезопасно. Шестой очень важный пункт, на который нужно обратить внимание, вы визуализируете себя рядом с партнером в формате отношений. То есть вы представляете, как вы взаимодействуете в быту, как вы проводите вместе время, как вы путешествуете, как вы находитесь в компании общих друзей, как вы проводите какие-то праздники и мероприятия вместе. То есть вы начинаете воссоздавать в своем сознании такую реальную картину отношений. То есть отношений нет, вы находитесь с другим партнером, но в собственном сознании вы уже там. То есть вы уже готовите ему борщ, котлетки, вы уже рядом с ним находитесь в чулочках и в красивом белье, а вы уже вместе гуляете по парку. То есть вот это представление и прокручивание различных сценариев тоже говорит о том, что вы находитесь в эмоционально-психологической стадии измены. И самое удивительное, что вот этот промежуток от эмоционально-психологической измены до физического контакта может быть абсолютно разным. То есть есть категория людей, которым по сути отношения неинтересны и не нужны. И они данный формат взаимодействия в переписке, в созвонах используют исключительно для раздражения своей центральной нервной системы и гормональной, чтобы прожить некие эмоции. То есть да, действительно в моей практике были такие ситуации, когда, например, мужчина позволял себе подобную переписку на протяжении нескольких лет, потом эта переписка заканчивалась, появлялась другая переписка и дальше переписки это не заходило. Как правило, это происходит с такими, знаете, тайными, значит, тайными, господи, слово это вылетело из головы, поклонниками и поклонницами, которые, например, находятся на расстоянии, где-то в других городах, в других странах, где фактическое присутствие рядом практически невозможно. Бывают и другие ситуации, когда, наоборот, психологически-эмоциональная связь формирует непреодолимую потребность встретиться в реальной жизни. И такие люди встречаются, между ними начинаются романы, они ложатся в постель, начинают плести такие интриги, при этом не ставят точку в отношениях своих и продолжают подобную тайную связь. Еще раз повторюсь, это невозможно и нельзя назвать зрелым поведением, потому что если мы рассмотрим это с позиции метафоры употребления некой пищи, неких продуктов питания, да, вот вы употребляли гнилые яблоки, а тут появились сочные и спелые яблоки, они вам очень нравятся, вы их едите, но иногда подъедаете и гнилые яблочки. И возникает вопрос, а что с твоей головой, что тебя заставляет питаться и вкусными, и сочными фруктами, и при этом еще и подъедать гнилые. И безусловно, если перенести эту метафору на психологию отношений мужчины и женщины, мы понимаем, что психологически зрелый человек очень быстро принимает решение быть там, где ему хорошо, и отказывается от того, что ему плохо. Если вы пытаетесь усидеть одной попой на двух стульях, и там, и сям, это уже является признаком вашей психологической незрелости и основанием, чтобы задуматься и поработать над своим мышлением. Как я уже говорил, ссылка на мои безоплатные программы находится под этим видео, вы можете перейти по ней, зарегистрироваться и из любой точки мира принимать участие. Ну и, конечно же, седьмой пункт, который тоже подтверждает вашу эмоционально-психологическую измену, вы сравниваете своего партнера с тайным героем, либо с тайной героиней. И, как правило, это сравнение не в пользу вашего партнера. То есть вы обнаруживаете явно выраженные недостатки в партнере, с которым находитесь в отношениях, но при этом замечаете и подчеркиваете явно выраженные преимущества, которые обнаруживаются в вашем тайном герое, либо героине. И самое удивительное, что с каждым днем это может приводить к такой повышенной раздражительности, когда ваш партнер начинает вас раздражать, вы начинаете нервничать, вы вступаете с ним в конфликты, вы через конфликты пытаетесь освободить для себя личное пространство, чтобы войти в переписку опять со своим тайным воздыхателем, потому что, когда вы ругаетесь, нет никакого основания контактировать, тут вы поссорились, разошлись по разным комнатам, либо вы ушли из дома, поехали в кафешку и понеслось. Вот эти признаки, они основные, на которые нужно обратить внимание, и, конечно же, очень интересно ваше мнение. Если вы сейчас состоите в такой связи, напишите об этом в комментариях, поделитесь своей историей. Либо, возможно, это было когда-то в вашей жизни, а может быть, вы были свидетелем того, как, например, ваш мужчина, либо ваша женщина состояли в подобной переписке, и вы обнаруживали вот такое поведение. Могу сказать еще очень важный момент, который также можно отнести к этим пунктам. Вы чувствуете такую непреодолимую потребность быть в контакте с этим человеком, и, как правило, это происходит через подавленное состояние. Вот когда у вас нет такой возможности, как мы уже говорили, начинается ломка, вы хотите с этим человеком вступить в переписку, созвониться, но у вас не получается. Например, вы находитесь в общей компании с мужем своим или с женой в компании друзей, родственников, где подобные действия просто-напросто вызовут подозрение. И это очень сильно отражается на вашем настроении и состоянии. Вы как будто бы и в компании находитесь, но сами по себе. И где-то у вас даже возникает такое желание непреодолимое поделиться об этом со своими подружками, а может быть со своими друзьями, рассказать им о том, что вот, ты знаешь, я там общаюсь с таким человеком, какой он замечательный. Ощущение, что мы знаем друг друга тысячу лет, как будто бы мы из прошлых жизней. Но я могу немножко расстроить вас. Все это иллюзия. Дело в том, что всем мы хотим казаться лучше, чем есть на самом деле в момент знакомства. Очень редко люди показывают свое истинное лицо, когда только знакомятся. Как правило, это такое, знаете, театральное представление, где два актера демонстрируют самые лучшие роли свои, но при этом не демонстрируют самые худшие. И я знаю ситуации, когда, значит, мужчина и женщина состояли в такой тайной переписке, вдохновляли друг друга, вдохновлялись, где-то даже, знаете, воспринимали друг друга божеством самым настоящим. Но когда дело дошло до личного общения и между ними произошла близость, они абсолютно поменяли свое мнение, потому что обнаружили в человеке совершенно иное поведение, отличающееся от того, которое он демонстрировал в переписке и в созвонах. Поэтому, если вы находитесь в отношениях, я вас уверяю, при вашем искреннем желании привести отношение к гармонии, вы всегда придете к результату. Да, можно поставить точку, да, можно сбежать, да, можно поменять партнера, но ваши психологические травмы вы унесете с собой, вашу психологическую незрелость вы унесете с собой, вашу предрасположенность быть в невротической связи вы также унесете с собой. То есть вы никуда от себя не убежите. И даже если вы уедете в другую страну, улетите туда и будете там строить новые отношения, рано или поздно там опять всплывет ваш биографический опыт и ваша незрелость. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, все-таки поработайте со своим мышлением и со своей психологической зрелостью. Под этим видео есть ссылка на мои безоплатные программы, принимайте в них участие из любой точки мира, ну и конечно же подписывайтесь на канал и до скорых встреч.